Я журналист. Много лет назад я приехал в Тёмный, чтобы написать материал о странных и загадочных событиях, которые здесь происходят. Но то, что я здесь узнал, оказалось за гранью понимания. Каждый день ко мне приходят те, кто живёт в Тёмном и рассказывают всё новые и новые истории. До сих пор не знаю, где в этих историях правда, а где вымысел. Но каждый рассказ убеждает меня в том, что существуют иные, потусторонние силы, живущие здесь по своим правилам или без них. Многих моих героев уже нет в этом мире. Впрочем, в Тёмном стёрты границы между этим миром и тем. Зато остаются истории. Я сохраню их навечно в дневниках этого города. В дневниках Тёмного. После тяжёлого нервного срыва врачи прописали мне покой. Поэтому я решила сменить обстановку. Знаете, есть такое чувство, когда хочется бежать подальше от всех. Да, мама. Всё хорошо, не переживаю. Если нет, легче я вернусь. Что? Нет, он не звонил. Пока. Раньше я уже слышала об этом городе, только не помню вот от кого. Ну и собралась переехать в Тёмный. Ведь это совсем рядом. Рукой подать. Если бы я тогда знала, чем это всё для меня обернётся. Витя, ну вернись. Вернись, я кому сказала. Вернись, я сказала. А, быстро вернись. Не понял. Не успела отглянуться, уже слиня. Такой, я тебя сейчас сделаю. Идёмте, идёмте, сюда. Приехав сюда, ну вот почти наугад. Я без труда нашла и сняла себе дом. Ну дай вам Боже, тишина и покоя. Ещё увидимся. Хозяйка жила по соседству. Обычная женщина. Здесь сохраним, может, хоть вот это и повезло. Немножко суеверная, но меня это вообще не смущало. Я быстро нашла работу в местной библиотеке. Мне казалось, что у меня появился шанс начать свою жизнь с чистого листа. Здесь на подобранный по разным тематикам, по повитам. Вот, пожалуйста. Вот здесь точно так же. Этот библиотекарь показался мне немного странным. Но я сама себя успокаивала, переубеждала, что нельзя так, нельзя быть слишком придирчивой к людям. Я считала себя нервной и мнительной, но потом время показало, я ошиблась. Простите. Простите. Возвращаться домой с работы мне приходилось через заброшенный сад. Почему-то мне было очень страшно здесь. В первый же день я почувствовала, что в этом зловещем саду случилось что-то нехорошее. Или же скоро случится. Спустя некоторое время Ольга успокоилась и привыкла к темному городу. Даже сад, через который она каждый день ходила на работу, уже не казался ей таким зловещим. Но в то утро все было иначе. Ольгу терзало какое-то странное предчувствие. Набугали. Здравствуйте. Алло. Да, мамочка. Да, все хорошо. Нет, не звонил. Мам, подожди. Ты чего здесь сейчас стоишь одна? Вот купи фотоаппарат. Тебе недорого, мне поможет. Фотоаппарат? Нет, зачем. У меня денег нет. Добери за сколько сможешь. Да, у меня совсем, совсем чуть-чуть. Все, что... Ольга словно под влиянием гипноза отдала цыганке все свои деньги. Если бы я знала, к чему это приведет, я бы... Я бы даже в руки его не взяла. Вам заняться нечем? Ольге не давала покоя ее неожиданная покупка. Поэтому, придя домой после работы, она первым делом хотела внимательнее рассмотреть свое странное приобретение. В сумке оказался очень старый фотоаппарат. В какой-то момент девушке стало жутковато, но о плохом думать не хотелось. Еще в сумке были фотографии каких-то девушек. Ольга подумала, что их могли оставить прежние владельцы. На одной из фотографий был мужчина. Он показался ей очень привлекательным, и девушка невольно задержала на нем взгляд. На засвеченных пленках, которые ей также достались в придачу к фотоаппарату, сохранился только один негативный снимок. То, что негатив был именно этой фотографией незнакомца, показалось девушке странным. Но тогда она не придала этому значения. Ночью Ольге приснился неожиданный сон, в котором она попала в заброшенный сад. Он был очень похож на тот, через который девушка ходила каждый день. И от тебя зависит, будет он приятным или нет. Субтитры создавал DimaTorzok Кто ты? Мне кажется, я тебя знаю. Я тот, кто хочет быть с тобой. Сон Ольги нарушила птица, которая влетела в оконное стекло и разбилась. Девушка не подумала о том, что это может быть плохим предзнаменованием. Взглянув на часы, девушка поняла, что спала дольше обычного и уже опоздала на работу. Ей хотелось снова заснуть и досмотреть свой странный сон. Так и не дождавшись продолжения сна, девушка поспешила в библиотеку. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы необычно выглядите? С вами все в порядке? Да, я просто плохо себя чувствую. Хотелось бы побыть дома сегодня. А выглядите вы просто замечательно. Ну, показалось. Просто очень болит голова. Тогда, конечно, идите отдыхайте. Спасибо. Если бы он меня не отпустил, я бы просто уволилась в этот же день. Я должна была вернуться в этот сон. Я была уверена, что снова его увижу. Я ужасно боялась опоздать. Глупо, но мне казалось, что он может топиться и больше не прийти ко мне. Я бы себе этого никогда не простила. Заснув, Ольга снова оказалась в том же саду. Только теперь сад уже не был таким зловещим, а наоборот, был завораживающим. Ольга ждала новой встречи с незнакомцем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Оля! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Оля! Ольга! Ольгу нашла соседку Оля! Это ты? Деточка! Что-то случилось! Случилось!!! Да успокойся! Ужая я посмотрю! У тебя истерика! Истерика? Посмотрите! Посмотрите на меня... Я старуху превратила. Погоди, погоди, я начинаю кое-что понимать. А что это? Соседка рассказала Ольге о том, что в городе уже были случаи, когда от потери сил и преждевременного старения умирали молодые девушки. Никто не мог сказать наверняка, с чем это было связано. Но говорили, что это как-то связано с фотоаппаратом. Женщина посоветовала Ольге найти старуху, которая продала ей эту вещь, и во всем самой разобраться. Почему я сразу не подумала о старухе? Ведь она явно неспроста передала мне этот фотоаппарат. Ольга отчаянно искала хоть какую-то зацепку, которая смогла бы привести ее к цыганке. И неожиданно на ветке она увидела лоскут своего шарфа, который недавно потеряла. Для Ольги это был знак. Идя по следам, я почему-то была уверена, что найду эту старуху. Я чувствовала, что эти подсказки были оставлены только для меня. Но вот зачем? Это еще мне предстояло узнать. Мне хотелось бежать оттуда без оглядки. Но я понимала, что войти в дом придется. Потому что это может спасти мне жизнь. Я и вошла. tipoührа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Зачем? Вы мне это подсунули. Вы же все знали. Как ты могла? Не кричи. Как ты могла? Не кричи, Асяки, послушай меня. Послушай? А тебя убить мало. Убить? Может быть, это и хороший выход. Но ничего. Он скоро за мной придет. Кто? Фотограф. Я ведь думала, я отдам фотоаппарат, и он отстанет от меня. Но он и ошиблась. Я ведь на лет пять всего старше тебя. Скажи мне, ты его любишь? От цыганки Ольга узнала, что есть способ уничтожить демона, которому принадлежит этот фотоаппарат. Но вот как это сделать, та сказать ей не успела. Какой способ? Вы слышите? Какой способ? Я уходила из дома старухи в полной растерянности и отчаянии. Я не знала, что дальше делать. Так и не узнав разгадки тайны, Ольга поняла, что от смерти ей тоже не уйти. Вернувшись домой, Ольга застала ужасный беспорядок. Все было перевернуто вверх дном, как будто кто-то устроил в доме обыск. Но что искали, и кто это мог быть, для девушки оставалось загадкой. Я понимаю, что это был необычный грабитель. Что у меня можно взять? Я просто почувствовала в своем доме угрозу, и мне надо было бежать. Неожиданно потеряв сознание, Ольга снова очутилась в саду. Ольга! Что ты творишь? Разве нам плохо было вместе? Я хочу, чтобы ты была моей. Я тоже хочу не стать. Мне кажется, без тебя я все равно. Конечно. Я не хотел быть вам, но они начали меня сопротивляться. Они? Кто они? Не важно. Важно то, что у нас все будет по-другому. Мы поженимся и будем вместе. Навсегда. Свадь. У нас будет свадьба. Когда? Ольга. Ольга! Оля! Оля! А тем временем Ольгу нашел библиотекарь. Оля! Ну, слава Богу, вы живы. Оля! Что вы здесь делаете? Мне кажется, я бы упала, и я потеряла сознание. А вы же здесь что делаете? Недалеко от этого места погибла моя дочь. Вы можете встать? Я часто прихожу сюда. Чтобы принести свежие цветы и подумать. Простите, я не знала. Давайте сюда. Да ничего. Мне кажется, моя дочка погибла из-за него. Из-за фотографа? Да. Вашей дочке он тоже предлагал выйти замуж. Да. Разумеется, он же демон. Ему нужно как можно большее количество душ. А это значит, что как можно большее количество согласий девушек выйти за него замуж. И они теряют свою душу, отдают ему ее. То есть, если я даю ему отказ, то я не умру. Погодите, не все так просто. Для того, чтобы вам освободиться, его нужно уничтожить. Тут дело в фотоаппарате. Да я его выпросила. Вы можете вспомнить это место? Думаю, да. Тогда не будем терять время. Ну, вспоминай. Сейчас я... Где же это было? Так. Давайте быть тут. Я туда пошла. Ольга поверила, что именно библиотекарь поможет ей спастись и уничтожить образ демона, который, по его словам, хранился в фотоаппарате. Но дальнейшие события заставили ее по-другому отнестись к своему спасителю. Нашла! Теперь все кончится. Нашла! Так вы мне так и не сказали. Теперь я не умру? Библиотекарь понимал, что ему не суждено увидеть демона. Поэтому он хотел уничтожить последнюю девушку, которой его образ мог явиться во сне. Отчаявшемуся отцу казалось, что если он убьет Ольгу, ему удастся остановить цепочку преступлений. И больше никто из девушек не сможет никому передать злосчастный фотоаппарат. Вы сейчас умрете и спасетесь. Что вы говорите такое? Вы с ума сошли? Стойте. Стойте. Это же дети! Не подходите ко мне! Это же дети! Не подходите ко мне! Не подходите ко мне! Это же дети! Наверное. Ṭ Гребятого. Вы AD部. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И снова Ольга попадает в зловещий сад, где ее уже ждет демон. Скоро все закончится. Наша любовь навеки. И этой печатью мы скрепляем наш союз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня невозможно убить. Я уже мертв. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не теряя времени, Ольга пыталась разбить фотоаппарат, чтобы уничтожить образ. Но это ей не удалось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня? Этим? Убить? Ну ты и дура. А могла быть не я. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Девушки отдыхают. Девушка вспомнила. Единственный негативный снимок остался невредимым. Девушки отдыхают. Я совсем не помню, как я отключилась. Но это и неудивительно. У меня не оставалось сил на борьбу. Я сделала все, что могла и просто положилась на судьбу. После того, как Ольга уничтожила пленку, сад вокруг ее дома изменился и больше не кажется ей зловещим. А к Ольге вернулась ее молодость. Души девушек вырвались наконец-то на свободу. Откуда это у вас? Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Продолжение следует...